Сегодня у нас в гостях депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Надежда Стрибкова. Надежда Анатольевна, здравствуйте. Привет, Владимир. Да, у вас большое событие на территории вашего избирательного округа произошло, о чем мы только что посмотрели сюжет. Расскажите, как удалось реализовать этот проект? Ну, в общем-то, проекту бы не суждено было сбыться, если бы, конечно, в этом не принял участие в первую очередь глава нашего Ленинского городского округа Алексей Петрович Спасский. Мы поняли, что нам нужно взаимодействовать, показать, рассказать Алексею Петровичу. В общем-то, Совет ветеранов, его общественные и активные участники связались с Алексеем Петровичем, пригласили его на место, он выехал в наш поселок, посмотрел это место захоронения Меркулова Михаила Ивановича. Мы ему рассказали историю об этом человеке, и он, конечно, сказал, что он готов поддержать этот проект. И вот только благодаря его усилиям, я считаю, что этот проект свершился. Сколько по времени это заняло? Потому что, общаясь с Еленой Владимировной Сорокиной, когда мы снимали этот сюжет, она сказала, что история длилась уже не первый год. Да, в общем-то, я вот сейчас точно не скажу, сколько длился этот проект, но довольно долго. Пока мы обсуждали, пока искали это захоронение, потому что история об этом человеке в музее, в библиотеке музея хранилась давно. Искали захоронение, потом, значит, составляли текстовую часть проекта. Ну и, собственно говоря, около, я думаю, что около пяти лет не меньше эта история длилась. Какую роль заняла в этом Елена Владимировна Сорокина? Потому что она действительно рассказала столько про Михаила Ивановича, что в сюжет, конечно, все не вошло. Ну, Елене Владимировне вообще большущий поклон, низкий, потому что это наша живая энциклопедия, это наш краевед-мемуарист, она сейчас пишет книги об истории создания, об истории нашего поселка. И, конечно, у нее много информации о таких значимых жителях нашего поселка, и она знает историю и их родственников, и династии наших жителей, трудовые династии, конечно. И, в общем-то, Елена Владимировна, ну, не даром она всю жизнь работает в библиотеке, в музее, и хранит эту историю, эти фонды. Мы ей за это очень признательны и благодарны. В тот момент, когда торжественно открывали новый памятник на могиле, там присутствовала молодежь, школьники местные. Планируется ли какое-то приобщение молодежи и рассказывать им в школе, может быть, на уроках о ваших земляках? Разумеется. Так вот, эта вся работа направлена именно на то, чтобы передавать из поколения в поколение. Собственно говоря, и преемственность этим, да, как бы осуществляется в том, заключается в том, чтобы нынешнее молодое поколение знали о подвигах наших земляков, знали историю наших героев. И, в общем-то, конечно же, будут проводиться и классные часы, и уроки мужества. Я надеюсь, что эта работа будет продолжаться и дальше, потому что есть еще у нас имена, которые мы хотим также широко осветить, и чтобы наша молодежь это знала и помнила. Это касается также благоустройства их захоронений, или же просто какие-то, может быть, вечера, посвященные памяти героев? — Разумеется, теоретические и, в общем-то, вечера, посвященные памяти героев, и практические уроки — это выход на место, к местам захоронений, и, собственно говоря, отдать дань памяти нашим героям. Я думаю, что и теория, и практика будут совмещаться в нашей работе. — Большое спасибо за эту встречу, действительно большая работа. Желаю вам удачи, чтобы все продолжалось, и проект разрастался и дальше. — Спасибо. — Напомню, что у нас в гостях была депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Надежда Стрибкова. Субтитры создавал DimaTorzok